Здравствуйте, меня зовут Брайан Уитмор, в эфире программы «Вертикаль власти». Поговорим о ракетах. В конце концов, последние пару дней о них часто упоминали в новостях. Нет, я сейчас говорю не о вчерашнем конфузе на космодроме Восточный, когда разрекламированный запуск ракеты в присутствии Владимира Путина был отложен на один день из-за технических неполадок. Я говорю о другом. Вчера два депутата Государственной Думы официально попросили Кремль разместить ракеты на Кубе. Да-да, вы не ослышались. Это предложение, вероятно, является ответом на план США по размещению ракетных установок на юго-восточной границе Турции, чтобы противодействовать действующим в Сирии боевикам исламского государства. Цитата. «Считаем возможным применение соответствующего советского опыта сдерживания экспансионистских устремлений США в нынешних условиях», – написали депутаты. «Похоже, одного карибского кризиса им не хватило. Они хотят повторить. Чего, разумеется, не случится. Однако дело не в этом». Подобные тщательно срежиссированные безумные проекты появляются с четкой целью – создать иллюзию, что Россия ведет скрытую борьбу с Западом, что она снова стала сверхдержавой. Это самый простой способ побравировать своим ядерным арсеналом, поиграть мышцами. Однако эту иллюзию трудно поддерживать, если твой новейший космодром, который окружали коррупционные скандалы, задержки в строительстве и невыплаты зарплаты, не позволяет спустить вовремя обычную ракету в присутствии президента. Вы можете оставить комментарии на страничке программы в Твиттере и Фейсбуке. Меня зовут Брайан Уитмар. Это была программа «Вертикаль власти».